В Сенате раскритиковали работу социально-предпринимательских корпораций. Депутаты заявили, что на деле в регионах страны СПК не выполняют свою роль в продвижении экономики, для чего изначально были и созданы. Напротив, многие из них погрязли в убытках, бюрократии и несвойственной им деятельности. Тимур Саппар расскажет. Социально-предпринимательские корпорации существуют не первый год. Изначально планировалось, что они будут продвигать экономику областей вверх, но на деле их деятельность оказалась малоэффективной. Сегодня сенаторы вновь раскритиковали их работу. По данным Генеральной прокуратуры, только за 18-21 годы СПК из расхода гули почти 300 миллиардов тенге. А экономический эффект от этого в виде создания успешных производств практически отсутствует. Имеющуюся прибыль тоже сомнительно отметил уже сенатор Серик Шайдаров. Речь идет о процентах по размещенным бюджетным тенге на депозитах, а также от реализации, переданного на баланс госимущества. То есть заработанных или привлеченных с нуля денег нет. Фактическая деятельность СПК не соответствует их целям и задачам их создания. Более того, сегодня на центральном уровне нет четкого понимания касательно направлений деятельности СПК. К примеру, агентство по защите и развитию конкуренции отстаивает позицию по снижению деятельности СПК на рынке свободной конкуренции. В то же время, Министерство сельского хозяйства, торговли и интеграции ставят задачу по увеличению присутствия СПК на рынке продовольственных товаров. Все это происходит, по мнению депутатов, из-за отсутствия единого государственного подхода законодательного регулирования. В парламенте считают, что для регулирования деятельности корпораций нужен отдельный закон. Для трансформации в действенные региональные институты развития считаем целесообразным разработку отдельного закона по регулированию деятельности СПК. Кроме того, необходимо законодательное урегулирование механизма предоставления земельных участков через СПК, так как именно в этой сфере имеются большие коррупционные риски. Однако в правительстве с таким доводом не согласны. Первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что нужды в отдельном законе нет. И сейчас Акимам регионов никто не мешает проводить ту политику, которая соответствовала бы направлениями функционалу самого СПК. Но избавить корпорации от лишних, несвойственных им задач нужно, отметил он. Каким мы видим СПК? В первую очередь, СПК должны стать институтами. Мы должны их переформатировать в институт развития. СПК должны освободиться от несвойственных функций. СПК не должны иметь на балансе имущество, которое не свойственно его функционалу. Ну и, конечно же, СПК ни в коем случае не должны конкурировать с бизнесом, а быть институтом развития, который улучшит конкурентоспособность отдельно взятого региона. По мнению депутатов, также стоит рассмотреть вопрос переформатирования специальных экономических и индустриальных зон. Ожидается, что законопроект, ограничивающий деятельность СПК, внесут в парламент уже в первом полугодии. Тимур Сапара, Ружан Шокпай, Хабар, 24.